Ратушки, всем привет! Всех приветствую на каналчике Токсикул, ФБР на связи, как вы видите. Я вещаю, с города Харькова коренной житель, поэтому с вас обязательно лайкосик и подписочка на каналчик в поддержку харьковчанина. Готовьте чаюку! Ляля кебал! И мы стартуем! Ради стадигов погнали! Ратушки, всем привет! Всех приветствую на своем канале. Город Харьков на связи, с вами ваш Александр. По вашим долгожданным просьбам, выхожу с вами на связь, рассказать, как реальная обстановка в городе Харькове. Что нового, что интересного, что у нас в целом вообще происходит. Как всегда, хотелось бы вам рассказать каких-то позитивных, хороших новостей, что у нас наконец-то все в порядке, все хорошо, ребят. Что мирное небо над головой, что мы не слышим ни взрывов, ни прилетов. Но, к сожалению, к большому, это не так, ребят. Ночью были слышны такие прилеты, что... Это ничего не сказать, чтобы было громко, ребят. Хата ходором ходила, крыша трусилась, стены так же самое мандражировали, трусились. И это, ребятки, и это были прилеты кабов. Сообщают, что, к счастью, нет ни пострадавших, нет, собственно говоря, ни разрушений после их прилетов. Это не может не радовать хорошего, адекватного человека. Почему? Потому что, вы знаете, я уже начинаю замечать в комментариях, что очень много людей, которые радуются, оказывается, радуются. А, где бы ни прилетело, собственно говоря, кабели С-300, люди радуются. Вот. К чему? Как так можно? Я не понимаю. Ребят, где вы потеряли свою человечность? Объясните мне, напишите в комментариях. Что с вами вообще происходит в целом? Что с вами произошло за это время? Или вы такими и были? Я не знаю, как можно такому радоваться. Прилеты были, ребятки, в области. Они не прекращались. Если те прилеты, собственно говоря, были в черте города, то те были в области. Еще к тому же, это Любатин и другие. Там, ребят, к сожалению, не обошлось без, собственно говоря, руйнуваний, так скажем, да, разрушений. И поставляю вам здесь фотографии, чтобы вы понимали, что остается вообще примерно после этих кабов. Многие вы пишите в комментариях тоже. Саша, да ты б сделал там ремонт, там ремонт, то все, там пятое, десятое. Ребят, какие ремонты? Вы посмотрите, что остается после этих прилетов. Какие ремонты? О чем вы говорите? Я, честно говоря, вот иной раз почитаю ваши комментарии. Не перестаю удивляться. Думаю, какие ремонты? Тут ты с утра проснулся, рад и счастлив, что ты жив-здоров и что ты можешь дышать. Ты можешь, собственно говоря, слышать своими ушами и видеть своими глазами. Это радость уже прежде всего. Вы знаете, я недавно услышал разговор двух людей, двух харьковчан. Вот вы спрашиваете, про что говорят харьковчане в целом, что они обсуждают. Ребят, вот я услышал разговор, это была женщина такая, знаете, уже пенсионного возраста и парень помоложе. И вот они встречаются практически каждый день, видят друг друга. Как вы думаете, про что их разговоры? Они рады, рады и счастливы каждый день. А знаете почему? Потому что они видят друг друга, это раз. А второй момент, то что они живы, когда видят друг друга. Вот чему радуются сейчас на данный момент харьковчане в частности. Потому что такое количество, как прилетов, такое количество того, что происходит, пострадавших людей, которых увозят на скорой помощи. Да просто, ребят, нереально, понимаете. И надо стараться как-то, вот, все-таки находить хоть какую-то крупиночку, хоть какую-то, за нее цепляться. Иначе, ну реально, можно поехать, кукушка. Это по-другому не скажешь. Ребята, по прилету возле автовокзала. Те, кто интересовался, кто спрашивали. Там разбирали, ребят, по сей день завалы. Слава богу, завалы разобрали. Тоже, если не забуду, вставлю вам здесь фотографию. И там, ребята, что я вам должен сказать. После того, как разобрали завалы. Вон, кстати, сорока, видите. Никого, к счастью, оттуда уже не достали. Вот за вот эти вот дни, следовательно, погибших там не было. Под теми завалами, за вот этот вот денечек. Дальше, ребятки, что дальше? По школе, там многие писали за школу, там тут дым-сюд-дым. За садик, за тут учебное заведение. Что, собственно говоря, не работало. Ну, как я понял, по пабликам то, что писали, то это заведение работало в какой-то мере, когда-то, да, потому что оно было частное, это было не государственное. Их предупреждали, что нельзя работать. Но они, тем не менее, не перестали работать. Они работали. Вроде как я понял. Напишите в комментариях, так или не так это. Кто, ребятки, опять же, смотрит меня давно, кто смотрит меня на протяжении 8 лет, мои видео, тот прекрасно видел, ребятки, тот прекрасно видел мои видео. Там у меня и подписчиков куча, чтобы вы понимали оттуда. И родителей, и, собственно говоря, также тех детишек, которых я возил туда. Там классные, позитивные дети, развитые очень сильно. Преподаватели, кстати, оттуда у меня есть знакомые, тоже подписчики наши. Учителя или преподаватели, там, напишите сами. Также бабушек я туда возил, кучу которых возили туда своих детей раньше, да. И это было просто наипрекраснейшее, наипрекраснейшее учебное заведение. Оттуда выходили умнейшие люди, дети. Просто вундеркинды, по-другому не скажешь. Просто там настолько это было на высоте давалось образование, что, ну, ребят, ну, вообще, ну, не то, что даже не к чему придраться. У меня нет слов. Это, наверное, одно из самых лучших в мире и в городе Харькове, там, где ты куда мог отдать своего ребенка с маленького возраста, и тебе воспитают просто гения наимнейшего человека на этой планете Земля. Понимаете? На уровне с Илон Маском, там, и так далее, и тому подобное. Ну, просто, ну, у меня такое создавалось впечатление. Не знаю, как у вас, ну, вот как-то так. Кто смотрел видео мои раньше, тот понимает, о чем речь. Также, ребят, после этих прилетов, те, которые произошли, люди начинают выезжать. И это действительно правда. Вот так вот один из наших подписчиков, который заходит на прямые трансляции, общается с нами, который был возле того автовокзала 200 метров от, собственно говоря, прилета, он сказал, говорит, Саша, во-первых, после того, работать в такси вообще не хочу, вообще ни в какую, ну, нервы не выдержали. Во-вторых, потому что, говорит, ну, второй день рождения. 200 метров, представляете, от Каба, где прилетел. Второе, говорит, день рождения просто произошло. Во-вторых, собрался выезжать. Собрался, говорит, надо, говорит, выехать, надо уезжать. И если он собрался, сейчас расскажу, куда уезжать, то куда другие, напишите в комментариях, может, вы куда-то собрались уезжать. Он сказал, говорит, я собираю машину свою, туда палатку, говорит, гружу, беру знакомого дружбана и едем, говорит, вдвоем на рыбалку, на речку, подальше, говорит. Едем, уезжаем, и не так, как на рыбалку, как просто сварить ухи, как просто с ночевкой на природе, просто отдохнуть, собственно говоря, мозгами и телом. Да, говорит, комары и так далее, и тому подобное, но это ничто, эти комары с прилетами кабов, это не сравнить, понимаете, ребят? Вот такие, ребятки, дела, вот такое, собственно говоря, происходит. То есть люди находят, пытаются найти хоть какое-то вот счастье в чем-то, выехать как-то, развеяться, привести себя в порядок, привести свои мозги в порядок, мировоззрение, отдохнуть, разгрузиться морально. Всем, ребятки, крепкого здоровья, мирного неба над головой. Кто хочет помочь, поддержать на корм животным, на бензин для инвертора, на лечение кота, шарика и санечку, ссылки для донатов и карточки в закрепленном комментарии под видео. Донаты можно кидать с любой страны, в любой валюте. Всем мира в каждый дом, добра, бабла и позитивчика. Обнимаю до хруста и пусть ваш день будет просто великолепен. Спит, деденка, после бессонной ночи. Зевсунька спит под лавочкой. После всех этих прилетов, после всех этих взрывов. Скажи, Зевс, как это все уже надоело. Когда уже мы просто нормально сможем выспаться. Просто нормально сможем мечтать о том, что будет завтра. Думать, как все, которые пишут в комментариях, да. Сделайте там ремонт, еще что-то, да, Зевсунька? Раньше мы тоже об этом всем думали. Ой, хорошая. Зевсунька, ночь бессонная была. Гупали, гахали, бесконечные прилеты были. Ну и ты хороший. Расстроенный, видите, Зевсунька. Да, Зевсик? Бесконечные были прилеты ночи. Просто лупило кошмар. Гу-гу. Да, Зевс? Б-б-б-б. Все. Зевс, начали на расслабоне, на отдыхе. Зевсунь, ты отдыхал? Да? Все равно ты подписчикам привет передавал? Все равно? Скажи, ребятки, привет, привет от Зевса, крепкого здоровья, мирного неба над головой и всего-всего самого хорошего. И пусть сбываются ваши мечты. Да, Зевс? Пусть у них все будет хорошо. Хотя бы хоть у наших подписчиков. Ребятушки, всем добра бабла, позитивчика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки нам с Багирой. Пишите комментарии. Подписывайтесь на инстаграм, тикток, телеграмм, группу таксистов. Ну а кому нужна страховка, страховка, залетайте по ссылке в описании. Мы с Багирой вас страхуем по промокоду TOXICUL21, вашу тачку. ОСАГО будет с 10% скидкой. Всех обнял до хруста. Пуко-пуко. До новых встреч.